Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Все финалисты конкурса «Свадьба на миллион» получили по неделе отпуска. Женя Кузин и Саша Артёмова проведут каникулы в Сочи и они будут кататься на лыжах. Дима Дмитренко и Оля Рапунцель проводят отпуск, гуляя по Москве. Оля Рапунцель пишет о своей популярности. «Меня знает каждый второй, всегда рады меня видеть, всегда добры со мной. Они прям так радуются, когда видят меня, фото всегда просят. Я люблю своих фанатов». Ходят слухи в сети, что мама Димы Дмитренко требует, чтобы Дима и Оля исполнили свое обещание и покинули телепроект. Если они этого не сделают, она грозит выгнать Диму из квартиры во Владивостоке. Дотошные телезрители узнали правду про новенькую участницу Софию Вермут из Нижнего Новгорода. Оказывается, девушка пришла на проект под псевдонимом. На самом деле ее зовут Зоя Сафарова, а она парикмахер-универсал из Сормова. В паре Антона Батракова и Вики Комиссаровой серьезные разногласия. И после очередной ссоры Антон даже разместил в соцсетях объявление о том, что ищет себе новую девушку. Правда, потом он его удалил. Ольга Бузова должна была снова приехать в Чечню в марте. Она уже была там по приглашению семьи Рамзана Кадырова и рекламировала чеченские платья. Но на этот раз, по слухам, ее визит отменили, потому что многие антифанаты были против этого. Семья Кадыровых решила прислушаться к мнению народа и не привлекать Бузову для участия в фотосессиях и в рекламе. На проект приехала мама Лизы Полыгаловой. Лиза пишет в своем блоге. Ваня переживал из-за приезда мамы, но потом он раскрылся с новой стороны. Он встретил ее очень тепло, подарил цветы, сделал завтрак. Пока он смущается, она говорит, что его страхи были неоправданными. Поплонникам Жени Феофилактовой удалось узнать имя того мужчины, который заваливает Женю роскошными букетами цветов и подарками. Это 25-летний Заур Тзауров. Он профессиональный боец по смешанным боевым единоборствам. Поклонники даже нашли фото молодого человека. Он вполне привлекателен внешне, но выглядит чересчур юным. Елена Бушина отметила 7 лет со дня свадьбы. Она написала в трогательное признание мужу. 7 лет мы с тобой не в браке, а в прекрасном союзе. Хорошо, что поженились. Хорошо, что детей прекрасных родили. Хорошо, что ты рядом. Ирина Пинчук в свой недавний день рождения получила сюрприз от преданных фанатов. В одном из столичных кафе Ирину ждали шарики, огромный букет роз, мишка и торт с надписью «Иришки» от секты Пинчук. Вика Романец опозорилась, показав свои грязные пятки. Она опубликовала снимок, на котором лежит с задранными ногами. И, как оказалось, она выставила фото с грязными пятками. После этого ей стали писать и спрашивать, почему у нее такие грязные ноги. Сначала Романец старательно удаляла комментарии, а затем с помощью фотошопа она сделала свои пятки чистыми, но ее фанаты успели сохранить исходный снимок. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.